Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Как вы знаете, 17 августа в Разграде, в ответном матче Лиги Европы, наша Астана встретится с местным лудогорцем. И я думаю, что очень уместно, и кстати, пообщаться с российским футбольным агентом, проживающим в Болгарии, Александром Бакаржиевым. Александр, добрый день! Здравствуйте! Ну да, известный уже результат первого матча, 2-1 Астана выиграла у себя на поле, и теперь предстоит ответ на игра. Естественно, все сейчас предполагают, как она может закончиться. Какое мнение у тебя, Александр, по этому поводу, по этой игре, по ответной? Привет всему Казахстану, первое. Второе, любителям команды Астаны хочу сказать, что для них игра будет очень сложная. Против 12-кратного чемпиона Болгарии мы уже здесь, уже как в коммунизме, команда выигрывает 12 чемпионских титулов, подавляя ЦСКА, самый большой гранд Болгарии. Не все на футбольном поле, конечно, решается здесь, как многим людям может не повериться, в стране Европейского Союза, но это другая тема. По футболу можно сказать, что Удагорец очень грозная команда. Последний год она не играет хорошо, кризис. Сегодня вот даже продали еще одного футболиста в чемпион Израиля. Там есть и кучка состава на данный момент, но бюджет у Удагорца, имейте в виду, 35 миллионов евро. Это очень серьезный бюджет даже и для Европы, не считая, конечно, Англию, Испанию, Германию. Есть бюджеты поменьше даже в высшей лиге Франции, чем у Удагорца. Я так понимаю, это частный футбол, да, в Болгарии? Частный футбол или тоже? Частный, конечно, это олигарх. Болгарский один из самых влиятельных людей. Город нефутбольный, типично наполовину команд казахстанского футбола. На игру приходят 2000-2000 зрителей, которые работают в местном заводе олигарха. Это большая комедия, конечно, для Болгарии, потому что Гранда, Левский и ЦСКА. Есть по 40 тысяч фанатов, а на Удагорец приходят 2000, из которых 1000 с завода. Им дают билеты. Просто, чтобы понимали люди, с какой командой играют. Это город, который 15 тысяч жителей. 15 тысяч жителей. Интересно. Да, это политический проект, но это сейчас не будем отклоняться. Политика я не буду заниматься, это не мое дело. Команду будем по футболу разбираться. Команда грозная, очень серьезная. Играют самое лучшее большинство болгарских футболистов. Футболистов Недялков, Антон Недялков и Кирилл Дисполов. Очень быстрый, который играл и в первом матче. Сейчас тоже будет играть. А, кстати, была информация, что его Краснодар уже купит накануне матча. Да, у меня есть подтверждение и информация, что это правда. Краснодар готов платить 6 миллионов с половиной евро за него. Но это не наша тема. Футболиста я знаю. Хороший как футболист. Агрессивный, быстрый очень. На фланге. Астана даже меня удивила, если честно. Что победила Луда Горец. Потому что я так имею представление о вашем футболе более-менее. Знаю, что сейчас у вас не самый хороший период. Ну, молодцы. Если честно, я болею за Астану в эту игру, могу так сказать. Но будет очень трудно. Будет очень трудно. Я согласен, Астана на спаде. И как-то приятно было, что все-таки хоть и 2-1, но выиграли. Я смотрел игру, когда вы сказали, что хотите сделать со мной интервью. Я смотрел специальную игру. И могу сказать, что Луда Горец даже мало взял 2 гола. Могло быть и больше. Объективно меня очень удивило. Луда Горец сейчас победил ЦСКА 3-0 вчера. Это большое сотрясение сейчас в ЦСКА из-за этого поражения. ЦСКА не проигрывал так Луда Горцу много лет. Там тоже спад, но это другая тема. Луда Горец игра очень агрессивна, очень хорошо. И если будете играть, как вчера, против ЦСКА, Астане будет очень-очень трудно. Да, они уже играли из ЦСКА с прицела на Астану, я так понимаю. Да. И самое главное, как говорится, я не буду советовать тренера Астаны. Это его дело, но быть очень осторожным. Потому что Луда Горец еще с первой минуты я убежден, что он начнет прессировать на своем поле Астану. Защиту Астана не самое лучшее звено, если так можно сказать. Луда Горец играет очень острыми центрированиями на форвардов. Надо смотреть очень внимательно статичное положение у Луда Горца очень хорошо. И ни в коем случае не надо делать штрафные, потому что Дисподов, болгарский сборник, из двух штрафных один забивает 100%. У него очень хороший удар. Поэтому надо стараться. Я знаю, что штаб Астане все это анализировал, о котором я говорю. Ну, просто я любителям футбола это рассказываю, которые не все смотрят детали. Что надо быть очень осторожным. Уже не знаю, какой судья, потому что есть такая легенда, что у Луда Горец на этих этапах турнира может, так сказать, влиять. Не думайте, что это в Европе не бывает. Это бывает. Раньше российских кубов топили. Судейство на высшем уровне. Так что это нельзя отрицать, как говорится. Надеюсь, что все будет хорошо. Александр, в матче Ардабасы с Легией там судейство было просто безобразным. Ну да. Имейте в виду, что Казахстан, я живу сейчас в Германии специально, но это судейство Казахстан и все русскоговорящие страны, которые говорят по-русски, для европейцев они считаются русскими. Как бы и не странно. Не думайте, что кто-то в Германии будет думать, что Казахстан это какая-то, для них не отдельная страна, сколько было бы и не странно. Поэтому я не думаю, что вам будут помогать в этом отношении. Это я имею в виду. То есть до сих пор воспринимают как единое советское государство, СНГ? Ну да, я не хочу это говорить. Я не политик. Ну, я так чувствую. Это мое мнение, потому что я смотрел, меня Шериф Тирасполь, который является почти русской командой, я знаю руководство. Судейство там тоже безобразное. Батэ, Беларусь тоже. Никогда не видел, что помогали бывшим Советским Союзом командам судейство. Это сто процентов, могу сказать. Поэтому я не говорю, что фактор, но вы сами говорите вот про судью против польской команды. Поэтому я смотрел, смотрел, мой друг Андрей Кончельский смотрел его против швейцарцев, там тоже какие-то безумные судейства были. Они мелкие, но мы футбольные люди эти вещи видим. А когда команда равная по силам или даже немножко слабее, судейская помощь можно быть минимальной, она сразу поможет. Да, конечно. У судей свои, конечно, там есть способ. Я считаю, что Астана неплохая команда на данный момент. И не знаю, какой у нее бюджет. Это вы можете мне сказать. Я не знаю. Не знаю. много деталей футболистов. Но, если честно, меня даже удивило. Потому что, потому что, как сказать правильно, я ожидал, что Владогорец победит. Просто не знаю, что случилось. Меня это очень удивляет. Потому что они в прошлом году тоже очень серьезно играли в турнирах. не то, что Астана слабая команда. Но все равно Владогорец играл тоже три раза, по-моему, в группе Лиги Чемпионов. Четыре-пять раз сыграл в Лиге Европы. Намного больше участия, чем... Конечно. По опыте команды это понятно. И потом, после двух поражений Загрецкого Динамо мы просто переживали за инсультацию с Лудогорцем. Потому что Лудогорец, я считаю, по уровню команды сопоставима с Динамо Загреб. Поэтому, да, тем более приятная победа. можно сказать, можно сказать, что даже они выбивали раньше из Лиги Чемпионов Удогорец, Динамо, Загреб. Динамо Загреб тоже грозная команда. Оттуда вышли футболистов на 500 миллионов евро, наверное, за последние 20 лет. Поэтому тоже нельзя... Да. Ну, Удогорец это, как вам объяснить, это такой проект олигарха Домашчев называется Кирилл, президент. Да, он серьезный бизнесмен, никто не спорит, но это самая нелюбимая команда в Болгарии, могу сказать. Все их, как мягко сказано, не любят, потому что они забирают всех молодых футболистов болгарских, а потом никто их не пользует, понимаете? Они уничтожают и по моему мнению болгарский футбол, потому что у них играют 10 иностранцев, играют 2-3 болгара максимум и не всегда в составе. У нас есть подобные проблемы. Да, я знаю их, я знаю их, но это, к сожалению, не нам с вами решать эти вещи, может и наше мнение никому неинтересно и не нужно, но все-таки мы живем вроде в демократии, каждый может иметь свое право на мнение, поэтому мое мнение, что в Болгарии проблемы похожи на Казахстана, даже и в России могу сказать, тоже как гражданин России, что играют иностранцы, которые в некоторый момент бывают ниже Плинтуса, поэтому у нас это сплошь рядом в каждом клубе, поэтому не у вас это катастрофа, там играют такие, в Казахстане играют такие футболисты, которые, я даже не верю, что вообще можно играть в профессиональный футбол, можно так сказать, назначаются какие-то тренера, которые открываешь, смотришь, их даже не знают люди, которые в собственной стране, они жили, вообще-то как сказать, но это особенность нашего футбола, да, сейчас скажут там, тебе, тебе какое дело, сиди там в Европе, ну, вы журналист, вы меня спрашиваете, я вам отвечаю, окей, окей, да, понятно, что мы еще во многом пока похожи с Болгарией, да, и касательно матча Лудогориц-Астана, мнение, как, с каким счетом может завершиться ответная встреча, по-твоему? Я, как считаю себя человеком-профессионалом, такие вещи не могу говорить, потому что это, я не играю в плато, и такие вещи, ну, если честно, я думаю, 70% удогорец выиграет игру, вопрос, каким счетом уже, не знаю, просто, будет очень приятно для меня, чтобы люди понимали, если это не случится, потому что я, я не поддерживаю эту команду, потому что я не любитель, когда, вроде говорят, демократия, демократия далеко от футбола в этой команде. Я думаю, что Астана не проиграет крупно, мне кажется, что возможно даже дополнительное время и серия пенальти, вот, мое мнение такое, может, подоговориться, выиграть дома, конечно, да, но не крупно, я все-таки надеюсь на это. Не, крупно я не верю, потому что Астана все-таки неплохая команда, я не верю в крупный вопрос. Очень зависит чисто, как сказать, игрово, это первые 30 минут, как все будет выглядеть, потому что если ранний гол забьют, у Даголес будет очень тяжело в Астане. Если первый тайм удержат, уже может быть и твой вариант, а может и вообще лучший вариант, не успеют потерять игру. Сложно говорить, у них очень много футболистов, не Дягов, а этот правый защитник очень сейчас травмированный, это очень хорошо для Астаны, но все равно у них есть много людей, есть пару очень серьезных футболистов, которые могут играть спокойно на уровне европейских ведущих чемпионатов, и они играют, они постоянно продают футболистов тоже за 4, за по 5, за по 6 миллионов евро, которые покупали некоторые из них и бесплатно, вот это большая разница с Казахстаном, что в Казахстане платят огромные деньги за людей, которые потом никому даже не нужны и ничего нигде не продают на данный момент, а в Болгарии это не так, примерно команда ЦСК за прошлый год и позапрошлой продала много футболистов, много денег заработала, и можно сказать, клуб сам себя содержит, в Удагорце это не так, Удагорец не может, даже когда продает футболистов компенсировать свой бюджет, потому что у него огромный бюджет для Болгарии, опять подчеркнув, это между 30 и 40 миллионов евро, я сейчас там не главный бухгалтер, есть информация, тем не менее, футбол это бизнес, у нас же футбол это просто основание бюджета, и клубы у нас как бы не сильно заинтересованы в том, чтобы зарабатывать, деньги приходят с нами с собой, в отличие от болгарских частных клубов, получается так. В Болгарии 90%, клубы частные, там, где даже помогает и мэрия, как у вас Аким, все равно есть частные инвестиции, частные инвестиции, потому что уже и в России это должны понять, что надо переходить на частные клубы, а не чтобы платила примерно город Самара за свой куб, потому что это несерьезно и поэтому и в России это уже как русский я спокойно могу говорить, что это меня шарашит, просто я не знаю, когда в нашей стране это все поменяется, потому что большинство кубов сейчас, которые руководят руководители в России они ничего общего с футболом не имеют, это просто кошмар для меня лично, как человека, который я вырос в Европе, работал в серьезных клубах и так далее, меня это всегда удивляло, потому что не могу предпринимаются шаги со стороны президента федерации перевести со временем как-то сейчас начиная уже клубы на частные рельсы финансирования, так скажем, но это процесс нескорый, я думаю, когда это будет тоже пока неизвестно, но хоть что-то уже декларируется, хоть что-то уже предпринимается, будем, конечно, надеяться, что со временем. У меня есть информация, что у вас поменялось руководство футбола, футбольного союза вашего, и надеюсь, что тоже придут какие-то грамотные люди, которые будут менять это все, хотя это сложно, процесс тяжелый, но знаете, надо делать все и всегда рано или поздно, потому что поздно никогда не бывает, а если не делаешь, все будет по-старому, потому что когда государственные деньги и люди, которые не футбольные, их футбол вообще не интересует, вы знаете, вас их интересует личное обогащение, ничего больше, никаких результатов. Вот сейчас приятно смотреть на Канчельскеса, который пришел, конечно, надо дать время, вы в Казахстане радуетесь на такие маленькие моменты, но надо бегать на длинное расстояние, потому что да, Базель это неплохо, хотя команда сейчас, команда конечно не та, которая была шесть-семь лет назад, Базель, но все равно это успех, особенно для такой команды, как Табоу, но вы видите, сейчас с Дерри Сити будет очень тяжелая игра тоже, ответная у Табоу, я болею за Андрея, конечно, я думаю, что для Табоу это вообще, я не знаю, он вообще проходил два раунда Лиги Европы, я не в курсе, потому что когда посмотрю на поле в этом городе, где играет Табоу, я вспоминаю детство в моей деревне, в этом поле, понимаете, поэтому, как сказать, чудес, чудес я не ожидаю, чудес я не ожидаю, но все равно, знаете, критиковать это самое простое дело, все надо менять стратегии футбола, надо менять молодежь, молодежью заниматься, надо развиваться, просто в Болгарии я могу вам сказать, какой проблем, потому что я все-таки здесь много лет живу, в Болгарии проблем, что когда начались, Болгарию приняли в Евросоюз в 2007 году, начали много иностранцев, и постепенно видите, команда сборной Болгарии опустилась до уровня, не знаю, не хочу никого обижать, но даже Казахстан сейчас больше очков, чем у Болгарии, это никогда не было, знаете, какие футболисты были у Болгарии, знаете, Болгария была бронзовой медалист чемпионата мира, третье место в 1994 году в Америке, стоечков, пенев, кустадинов, лечков, балаков, какие футболисты вообще, да, да, нет, и потом Бербатов, бомбардир Манчестер и Юнайтед высшей лиги Англии, это 2010-й, да, одиночка выстрелил, а сейчас у Болгарии нету, кроме этого Дисподова, который играет в Вудогорце, Недякова, и еще два-три так в ЦСКА есть молодых перспективных футболистов, нету футболистов, потому что это катастрофа, как в Казахстане, играют какие-то иностранцы очень среднего типа, не говорю про Удогорец и про ЦСКА, там играют иностранцы серьезного уровня футболистов, но в других болгарских командах играют, как в Казахстане, почти, кто попал, и нету молодежная команда Болгарии уже 20 лет не может победить никого, молодежная сборная уже 15 лет не может, 20 лет не может пробраться даже на чемпионат Европы, мира вообще, не говорим, и не будет, потому что никто не работает с молодежью, Удогорец 12 раз чемпион Болгарии, и ни одного и ихнего футболиста они не создали болгарского, ни одного нет, или может один был, это катастрофа, потому что они делают команду чемпионом постоянно уже 12 лет, всеми им помогают, от футбольного союза Болгарии я могу сказать 100%, судей в Болгарии, большие деньги, которые они затрачивают, у них бюджет три раза больше, чем у ЦСКА примерно, и все, я не говорю, что они серьезная команда, это не серьезно с моей стороны сказать, но как я вам сказал, когда команда равностойная примерно в Удогорец ЦСКА, когда у тебя есть и другая помощь, конечно, ты будешь посерьезнее, поэтому видно, видно, потому что видно по болгарскому футболу, по молодежке, по сборной, что не идут дела, не идут дела. К сожалению, у нас тоже дела не идут, единственное, что у нас светлое пятно, это сейчас игра сборной национальной, они радуют, да, но сейчас надеемся, что и клубы может быть как-то выстрелят в этом году, посмотрим, конечно. Да, но вы понимаете разницу, потому что для Казахстана это светлое пятно, потому что вы никогда нигде не играли и для вас каждая победа это как праздник. А Болгария, когда выбивала чемпиона мира Германию в Америке на четвертьфинале, это другой уровень, другой уровень, и когда Германия проигрывала Болгарии три раза подряд, когда она была чемпионом мира, представляете? А сейчас она, как говорится, если будете играть с Германией, я пугаюсь, может быть, хоккейный результат какой-то. Поэтому разные вещи. В Болгарии тоже 20 лет правит президент футбольного союза, бывший вратарь сборной Болгарии, как говорится, который ничего не меняет, ему все хорошо. Знаете, как они оправдываются? Я даже думаю, что это и в Казахстане, и в России таких наглых людей не бывает в руководстве футболи. Он говорит, я все делаю, я все делаю для футболистов. И журналист его спрашивает, чего вы делаете? Я им делаю пять звездные гостиницы, я сделал поля, я сделал хорошую экипировку. Представляете? Это страна Европейского Союза. Конечно, если я буду президентом Футбольного Союза, это конечно будет тоже. А результаты где? Вот так. им не стыдно. Их никто не любит в Болгарии, их никто не любит, везде их обзывают, ругают, им вообще все равно. даже я думаю, что у вас таких руководителей нет. Их наглость зашкаливает. В Казахстане не знаю, я уже не жил в Казахстане, не могу сказать, насколько люди интересуются футболом, но Болгария примерно очень футбольная страна, люди живут футболом, но уже устали, устали, потому что 15 лет, вот вы увидите картину сейчас город-разгород, он 15 или 20 тысяч жителей, можете представить, это один из самых бедных районов Болгарии, стадион уникальный, стадион уникальный, хороший, красивый, новый, современный, но увидите атмосферу, 2000 рабочих заводов, которые будут смотреть, и как театр, поэтому вот такая картина, приедет Астана в Софию, там против ЦСКА, против Левски, будет 40 тысяч зрителей, атмосфера, примерно руководство скажет, а мы что можем сделать, примерно сделайте команду, ищите проблемы в себе, да, они, как говорится, им вообще не интересно, просто я как вам обрисовать, если там не так много болельщиков, я думаю, что Астане будет легче в психологическом плане даже играть, 2-3 тысячи 2-3 тысячи зрителей. Ну вот касательно руководства, я говорил, у нас полгода тоже футбол практически не развивался, и все сейчас связывают надежды с новым руководством, поэтому результаты как-то пошли, посмотрим, посмотрим, как эта ситуация дальше будет развиваться, так что я хотел бы пожелать лично новому руководству футбола Казахстана начать жесткую политику, в смысле жесткую в отношении молодежной сборной У-17, У-15, У-14 приглашать специалистов, подчеркиваю, они не должны быть обязательно иностранцы, можно и россияне, и белоруссии есть очень качественные тренеры, казахи, не знаю, я не знаком с казахскими тренерами, надо новую методику футбола и сделать стратегию на развитие футбола в следующие минимум 5-10 лет, это не всем будет нравиться, но надо делать, потому что надо сделать лимит на легионеров, надо сделать условия, у меня есть идеи и предложения, меня никто не спрашивает, но я считаю, что можно сделать простые вещи, как в некоторых странах, чтобы когда приезжал легионер, он приезжал с профессионального футбола, можно сделать категории, потому что Казахстан не страна Европейского Союза и нет таких тяжелых кто иностранец, кто не иностранец, надо менять, я думаю, большинство кубов на частные, надо искать инвесторов, надо телевидение делать, чтобы серьезно подключалась журналистика, потому что все темно как-то у вас на данный момент. И самое главное футбольные люди везде, люди, которые с визиткой, они могут быть из Германии, из Франции, но люди, которые приехали делать результаты, не за большие деньги, потому что за большие деньги понятно, что все приедут, за большие деньги все приедут везде, даже в Африку. Согласен, конечно. вопрос делать хорошую атмосферу, хорошие стадионы, потому что большинство стадионов есть, что пожелать тоже в Казахстане. Это наша боль. Да, и тогда все будет через 5-10 лет, потому что страна большая, небедная, намного беднее стран, одна Хорватия, которой 3 миллиона, 3,5 миллиона населения, два раза играет финал чемпионата мира, поэтому нельзя оправдываться, что мы, что вы бедные и маленькие или там какие-то и не футбольные, поэтому, как сказать, оправдание всегда есть на все, и в России тоже, вот сейчас у нас зима, у нас снег, у нас нет полей, вот сейчас страна построила стадионы и чего поменялось, в России могу сказать, стадионы Куба высшей лиги России лучше, чем в Германии, можно спокойно сказать, это не скромно, потому что я знаю в Самаре стадион, знаю в Нижнем Новгороде стадион, в Бундеслиге нету таких стадионов, а команды какие там играют в России. Александр, я благодарю тебя за твое мнение и пожелание успеха казахстанскому футболу, мы все в ожидании ответного матча Лудогорец Астана, будем болеть переживать за наших, уважаемые болельщики, подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки, распространяйте наши видео, только так мы вместе придем к общему успеху и возможно к успеху всего казахстанского футбола, ваше мнение очень важно, всего доброго, успехов вам и не только на футбольных полях. Субтитры создавал DimaTorzok